приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов сначала я просил бы тех кто смотрит эту видео версию публикации на ютубе смотреть этот ролик через вапаин так у будет монетизация прошло 11 лет как я опубликовал свое первое художественное произведение научно фантастический роман темное пламя в нем я через художественные образы рассказал о чем действительно творчество великого советского писателя ивана ефремова благо сегодня после книг супругов бузиновских уже никто не спорит что творчество ивана ефремова было конспирологическим но есть писатель чье творчество что удивительно в нашей стране сыграла роль не меньшую а то даже и больше чем творчество ивана ефремова удивительно потому что писатель английский джон толкиен это его книги прогремили на весь мир но почему-то только в россии возникло движение толкиенистов но сегодня надеюсь пока еще никто не понял что иван ефремов и джон толкиен писали об одном и тайна между строк пиарили одну парадигму эта парадигма богоборческая именно неразрывную связь творчество ивана ефремова и джона толкиена я и хочу хочу показать через художественные образы своей новой книги урин вот как надеюсь будет выглядеть ее обложка это повесть продолжение моего романа темное пламя которая от меня вот уже столько лет читатель повесть еще не опубликована я планирую опубликовать ее на ритрес будем надеяться что опубликуют на ритрес у меня сейчас опубликованы две книги но одна не художественная ссылка на первую книгу как теперь надеюсь идеологии роман темное пламя будет публикацией но пока раз литературная работа закончена я решил как это и принято дать на новую книгу анонс а именно опубликовать ее предисловие оно довольно большое поэтому публикации будет две мысль которую я вынес в название предисловие на людей с советским и постсоветским образованием и воспитанием действует сногсшибательно но на самом деле в ней нет ничего нового она лежит в основе богоборческой религии гностицизма да и не только и впрочем для советских и постсоветских людей новость что вообще существуют богоборческие религии нам вбивали в голову что бог это дескать символ добра но на самом деле никакого бога нет но это далеко не так и в религиях здесь все ой насколько и насколько сложнее и понятно были и остаются по сей день религии которые учат что тот кого христиане вообще и православные люди в частности держат за господа бога на самом деле законченный подонок либо создавший изначально изуродованный мир либо его изуродовавший и этого родства обретло все живое в нашем мире на вечное чудовищное страдание и понятно в истории были периоды когда эти религии становились реальной а то и очень большой силы например в европе тринадцатом веке всерьез или почти всерьез встал вопрос какой европе быть христианской или гностической гностическая религия альбегойцев сумела охватить весьма большие территории европе а в лангедоке даже официально стать государственной религией альбегойские войны начались 1209 году а закончились лишь 1255 партизанская война продолжалась вплоть до начала 14 века и везде проявлялась серьезная военная а также морально-психологическое превосходство альбегойцев над христианами по сути католическая религия сумела справиться с альбегойцами просто потому что эта религия не успела распространиться шире альбегойцы просто успели вовремя задавить числом яркий пример здесь штурм замка мансигюра он продолжался девять месяцев и осаждающих крестоносцев было десять тысяч человек гарнизон же мансигюра составляли аж сто человек правда в мансигюре было еще несколько тысяч беженцев но они не столько помогали сколько мешали гарнизону и вот тем не менее после захвата мансигюра всем альбегойцам была предложена амнистия в обмен на принятие католичества однако они все предпочли взойти на костры к этому нужно добавить что гностическая религия дожила до нашего времени и сегодня в мире есть немало гностических церквей и нужно добавить еще одно есть древнее гностическое пророчество что в двадцать первом веке начнется возрождение гностицизму и на мой взгляд уже есть веские основания считать что это пророчество далеко не беспочвенно хотя лично я думаю что это будет не совсем возрождение гностицизму а это будет возрождение богоборчество и богоборчество вновь станет реальный а потом большой силы гностики могли делать такие пророчества поскольку владели психотехник позволяющий их делал в наше время к счастью эта психотехника уже стала предметом серьезного научного изучения сейчас ее в науке принято называть агрессивный и прогрессивный гипноз хотя на мой взгляд это и не совсем правильно более точное название здесь думаю это название тысячи лет уже как предложенное индуизм медитация кстати елена плавацкая доказала неразрывную связь индуизма и гностицизма но об этом в ссср кроме специалистов никто ничего не знал слишком мало об этом знают и в современной россии но советском союзе нашлась группа писателей супруги бузяновские в цикле своих книг назвали их членами тайного общества диск которые с подволь познакомили советских людей с богоборческим взглядом на мир эти советские писатели безусловно составляют золотой фонд не только советской но и мировой литературы правда супруги бузяновские у них как раз элемент богоборчества и упустили и одна из причин того что появились мои произведения то что это надо поправить особо среди них я выделяю ивана ефремова ему на мой взгляд лучше всех удалось раскрыть тему изначально изначального уродства нашего мира он назвал его инферно впрочем это не его термин и в романе час быка детально описал целую теорию инфернальности но ее суть на мой взгляд он кратко лучше передал в другом своем романе в романе лезвие бритвы вот она эта цитата лучше зачитаю получить лучшее создать совершенство природа может лишь через бой убийство смерть детей и слабых то есть через страдания наращивая его по мере усложнения и усовершенствования живых существ это первично изначальный принцип всей природной исторической эволюции и он изначально порочен поэтому понятие первородном грехе истребля обрушенная на женщину должно быть перенесено на неладную конструкцию мира и жизни и если бы был создатель всего сущего тогда это его грех ибо мыслящим существу нельзя было не подумать об облегчении страдания они увеличение его какая бы цель не ставилась потому что все цель не что перед миллиардом лет страдания больше на мой взгляд так кратко и емко ему нигде не удалось выразить тему чудовищности и гнусности нашего мира и в этой цитате четко видно что ответственность за всю чудовищность и гнусность нашего мира пропагандируемая как иваном ефремовым так и другими дискарсами конспирологическое мировоззрение возлагает на того кого в том числе и православные люди держат за господа бога ученики ивана ефремова братья стругацкие последние годы так называемой советской власти успели признаться что из всех мировоззрений выработанных человечеством им ближе всего гнастицизм и даже успели издать откровенно гнастическую большую повесть которая стала последним их совместным произведением отягощенное злом или 40 лет спустя но самым откровенным произведением этого плана на мой взгляд стал роман второго ученика ивана ефремова олеся бердника роман звездный корсар это единственная советская книга которая на полном серьезе пыталась вернуть доброе имя сатане и он умудрился издать ее в еще 1971 году в самый разгар научного атеизма есть мнение что именно за эту книгу а не за работу в украинской кирсинской группе он и схлопатал четыре года тюрьмы и я кстати с этим мнением согласен в 1994 году он кстати издал продолжение звездного корсара роман кобертон дашбога в котором развил данную тему самое же интересное что литература видения как в нашей стране так и во всем мире вот уже несколько десятилетий умудряется этого не замечать и даже не просто не замечать а как говорится в упор не видеть слона как говорится до сих пор никто и не приметил хотя вера в научный атеизм у нас уже давно и не возведена обязанности если говорить о международной стране вопроса то супруги бузиновские подчеркнули что диск это далеко не только советская тайная организация он международное тайное общество хотя они предполагали что при так называемой советской власти его центра находился в советском союзе его руководителем был скажем так теперь уже известный советский авиаконструктор создатель советских авиации космонавтики кстати лучших в мире роберт бартиньев но они предполагали что до роберта бартиньев центр диска находился в великобритании и его руководителем был герберт уэллс я согласен с этим предположением равнак я считаю что литература ведения пора начать изучать эту мысль серьезнее и намного серьезнее я убежден что диск продолжил свое существование в великобритании и после герберта ойлсом и продолжает существовать по сей день равно как по сей день он существует и в россии и одним из самых ярких дисковцев нашего времени в великобритании я считаю джона толкиена о том почему я так считаю мы поговорим во второй части публикации если понравился ролик ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах смотрите мои аналогичные такие именно увидите подсказки на конечных заставках